друзья всем привет меня зовут макс вы на канале фрагрантиус и сегодня у нас ajmal purely orient saffron парфюм из нишевой линейки арабского бренда ajmal purely orient который называется saffron шафран поехали итак друзья прежде чем начну делать обзор хотел чуть-чуть порекламировать свой замечательный уникальный неповторимый одноименный телеграм канал фрагрантиус на котором есть много всего интересного того чего нет и никогда не будет на ю тубе поэтому обязательно заходите осматривайтесь если понравится подписывайтесь друзья хочу похвастаться осуществил я свою давнюю мечту в связи вот у меня недавно был юбилей я раскошелился на самый красивый самый лучший на мой вкус конечно парфюм в линейке ajmal purely orient который называется saffron вот вы знаете долго я шел к этому парфюму и вот этот вот парфюм он довольно таки ощутимо повлиял на мое понимание удовой парфюмерии арабской парфюмерии и вообще на то что такое вот моя такая любимая одна из моих любимых тем сразу хочу сделать такой дисклеймер небольшой те кто недоверчиво презрительно пренебрежительно относятся к арабской парфюмерии те кто считает арабскую парфюмерию чем-то недостойным не смотрите дальше также я не рекомендую смотреть это видео тем кому все погалонно подряд без разбора удовые парфюмы пахнут говной с саными бабками обосравшимися бомжами вот всем вот этим делом если вас удовые парфюмы вызывают примерно вот такие вот негативные ассоциации не смотрите тоже остальные welcome я не буду рассказывать тратить время на распаковку упаковку запаковку распаковку упаковку запаковку потому что вся эта линейка она в одинаковой таре и это уже наверное четвертый или пятый парфюм из этой линейки которые у меня есть и я все их показывал распаковывал запаковывал и так далее поэтому про это не буду говорить поговорю лучше о другом а о другом есть мне о чем здесь поговорить могу без преувеличения сказать что вот этот вот парфюм шафран он хитяра он вот любимый мой парфюм в этой линейки пьюр или ориент сразу чтобы не было недоразумений вот буквально на днях у меня в чате был такой интересный инцидент несмотря на то что я в чуть ли не в каждом обзоре говорю что отжимал это огромный концерн у которого есть парфюмерия в самых разных сегментах начиная от масс-маркета и люкса и заканчивая там самой высокого уровня нишей несмотря на то что все это делится еще помимо этого на восточной линейки для внутреннего рынка и на западной линейки несмотря на это вот был такой вот в чате у меня комментарий что дескать ну что ждать можно от этих вот сиволапых аджмалов которые делают вот эти вот люксовые вот эти вот вонючки уровня там верде или шиволри вот этот вот люкс западный но какие там могут быть куда вот фредерик маль надо вот туда вот там натуральный уд рожа дав вот там натуральный уд надо идти туда там натуральный уд а у арабов все не натуральная химозная но вот это вот уже как бы классика жанра я еще раз хочу сказать что у бренда отжимал очень много разных парфюмов самых разных ценовых сегментов от самого вот масс-маркета и заканчивая вот пьюри ли ориент это такая настоящая взрослая высококачественная самого высокого уровня ниша некоторые люди вот злословят что тип дескать дачо вот они раньше у нас стоили там по 5000 флакон никому были не нужны а сейчас на них цены задрали линейка сейчас это стоит за 20000 за флакон 75 миллилитров то есть дороже двадцати тысяч дело в том что вот я отчасти понимаю с чем была связана такая ценовая политика бренда отжималу как обычно подсадить сначала чтобы люди распробовали а потом сорвать куш но вот зачастую вот это вот вот эта стратегия демпинга да то есть снижение цен ниже плинтуса на входе на чужой незнакомый рынок особенно на российский рынок это палка о двух концах потому что у нас же как принято что ниша дешевле 10 тысяч это все для нищебродов а вот что-то более-менее стоящее начинается там 20 30 а вот когда вот 40 50 там вообще хорошо то есть отжимал этим моментом они себе репутацию у нас немножко так подубили но вот я специально перед обзором посмотрел цену на официальном сайте отжимал сколько этот парфюм продается в эмиратах цена 500 там 20 с чем-то дирхамов то есть по курсу это где-то 13 тысяч рублей по состоянию на сегодня 1 апреля 2024 года то есть у нас это продается ну в два раза дороже в принципе не знаю почему теперь видимо раз есть спрос значит и такая цена вот собственно почему этот парфюм у меня любимые для полноты обзора процитирую пирамиду сразу хочу сказать что официальная пирамида и пирамида на фрагрантике в этот раз бьются верхние ноты это шафран малина ананас средний ноты роза давана давана это индийская полынь бренд отжимал изначально он имеет индийские корни его сделали индусы и давана это для индусов это священное растение индийская полынь и базовые ноты это ут древесные ноты амбра кашемировое дерево и нагармота собственно почему же чем же мне так дорог этот парфюм и почему я его так страстно хотел и вожделел ну вот во первых пирамида да вот я с ней во многом не согласен рассказываю почему но первых сразу вот первое слово там шафран вот и так вот если почитать да то может показаться что-то какой-нибудь обычный такой архетипичный заезженные роза ут аля манталь блэк ут да вот эти вот все воды мантали обо главе с манталь блэк ут шафран роза ут что-то такое медицине стая вот как вот эти все эпитеты йод бинты больница больничка скотный двор роза ут роза учу ли но нет вот сразу нет вот сразу это не то пальто совсем и кстати говоря вот почему многие называют да вот эти вот уды с шафраном больничка йод бинты больница там и прочие вот эти гнойные стационары прочая гадость потому что сам по себе шафран натуральный шафран настоящий шафран у него вот такой вот как сказал бы классик списки аромат вот перед вами настоящий натуральный кашмирский оттар самый натуральный ничего химического сами вот эти вот тычинки шафрана до на сандаловом масле вот классика никаких химикатов ничего и вот именно вот сам натуральный шафран он довольно таки вот у него как раз вот этот вот специфический медицинский оттенок не каждому понравится несмотря на то что это вот все мега натуральное натуральные не бывает вот в этом плане вот эта штука она совсем не про шафран вот совсем не про шафран и шафрановые вайбы я тут никак не ловлю и про что же этот парфюм вообще вот если уж говорить вообще вот в двух словах то это его величество ут вот это самый удовый и самый такой мощный и самый такой как вот это вот любимое слово в цене в среде удофилов говноут самый настоящий арабских говноут то есть арабский от с максимально таким аутентичным животным скотно-дворовым звучанием но конечно же здесь есть свои особенности как я уже в начале обзора говорил отжимал делить свои линейки до на восточные и западные восточные для внутреннего рынка и там вот это вот вся жесть там всякие вот эти в дан аль ут там мухаллат шамс дан аль утма так и прочие вот эти вот вещи которые лично я будучи фанатом удовой парфюмерии зачастую просто не моношу потому что для меня это сплошной ходы факен счет мэн то есть я их так но не шмогла я не шмогла как это говорится вот в данном случае это все таки чуть-чуть вестернизированный парфюм но все-таки он это он вестернизированный по меркам отжмал а по западной парфюмерии это конечно же magic people буду people и почему же почему же он меня так зацепил и что же здесь такого вот прям принципиально другого или нового или необычного да но во первых естественно что пирамиду я зачистывал малина ананас и тут конечно вот такое вот сочетание как малина ананас ну то есть сладкие фрукты и ут может показаться как лебедь щуку раком что-то такое противоестественное чужеродное инородное и пошлое я всегда раньше считал что ну какой может быть ут и малина или ананас а считал это потому что есть удовая линейка нашумевшая фредерика маля из которой я себе купил с дрожащими руками парфюм фредерик маль промис про бобров и яблочный сидор который до сих пор является моим ароматным я но я не купил даже когда это было можно сделать когда они стоили вменяемых денег есть у него еще парфюм с похожей пирамидой который называется the moon луна и там вот тоже малина но там вместо ананаса личи вот эти аришки фруктовые из азии из китая из юго-восточки и ут и вот сделал этот парфюм жульен раскине тоже такой матерый востоковед скажем так то есть парфюмер французский который большую часть времени проводит на аравийском полуострове работает на арабские бренды в том числе и который очень так мощно в свое время курнул эту восточную трубку то есть он знает что к чему но тем не менее я в свое время но вот себе именно за мун луну не купил а не купил я вот этот вот зимун по той причине простой что я себя убедил я себе внушил что он мне не понравился именно потому что там есть малина и личи и я даже на фрагрантики писал комменты после после которых на меня там начали наезжать мол ты достал уже тут со своими всеми нравоучениями какого хрена ты учишь нас правильно нюхать ут отвали нам нравится ут с малиной все и и отстань ну вот тут знаете как вот не хочу сравнивать с наркоманами ну надо это как вот с более сильных наркотиков предложить перейти на более слабые и те кто вот люди в лице меня те кто пробовал real thing до настоящие арабские иуды то уже как говорится назад пути не туда и конечно когда вот в случае за мун у меня отливант есть естественно когда я приобрел себе сафрон я первым делом побежал сравнивать и я пришел к такому интересному выводу что мне не понравился замун малевский не потому что там малина и личи не потому что там фруктовые ноты а потому что совсем совсем по-другому потому что по сути вот это же тоже самое малина с удом с малина она нас судом и я анализировал и все-таки вот пришел к такому предельно ясному и четкому выводу почему мне не нравится замун потому что все таки в сравнении с этим вот он выглядит как имитация вот как какая-то такая достаточно неуклюжая и криворукая имитация он не такой глубокий он гораздо жестче он вот такое ощущение как будто он скроен из лоскутков да то есть компоненты между собой не дружат отдельно вот это вот какая-то леденцовая такая как вот эти вот леденцы сосачки малиновые или ананасовые отдельно вот это что-то похожее такое на ну начнем с того что вот эта вся линейка у фредерика маля она сделана французами и как бы там ни было вот я тоже со временем пришел к такому вот заключению до однозначному что сырье вторично первично те кто это делает и в данном случае вот вопрос ставить там есть там натуральный уд нет там натурального у да вот мне лично уже по барабану вообще глубоко глубочайше фиолетово но я когда вот их сравнивал между собой я понял одно что вот это пахнет как натуральный уд во первых это не чувствуется как уд с малиной да как случае вот зимун фредерик отдельно уд что-то такое похоже на уд отдельно малина это чувствуется слышится как уд слегка подслащенный фруктами малины но вот первое что бросается в глаза насколько он мягче насколько он глубже насколько он деликатней и конечно вот такое грубое слово как говноут она в данном случае абсолютно не уместно и достаточно да даже если не сравнивать допустим с малем вот у меня есть наподобие вещь от отжимал то что они делают для внутреннего рынка бюджетный удовый тоже уд и фрукты там смородина малина кашав ут отжимал и вот конечно когда вот тоже сравниваешь понимаешь что конечно это ниша самого высочайшего уровня и вот особенно конечно тут удался вот этот аккорд удовый аккорд и конечно здесь полная иллюзия полное вот ощущение что ты чувствуешь что это вот что-то такое настоящее и и когда речь идет о настоящем удик те те кто когда-либо пробовал настоящие удовые атары абсолюты уда то это как правило очень животный старт да который затем раскрывается в что-то такое мягкое и с цветочными нотами и с какими-то кожаными нотами и с какими-то древесными нотами но это один из самых вообще сложных ароматов в данном случае вот эта сложность она здесь прям имеет место быть то есть вот еще раз возвращаясь вот к парфюму the moon вот там как-то нету души если вот в случае с промизом там вот эти вот бобры касториум как-то вот они вот это вот животность она все равно присутствует до которая создает иллюзию уда и востока и там она как-то вот удачно подружилась вот этой вот яблочностью фруктовостью сидоровостью нук там как угодно вот в случае зимун конечно там чувствуется какая-то все-таки промиз сделал рапион а зимун делал раскин и два разных парфюмера вот в данном случае конечно вот эта вещь она чувствуется что ее сделали найти вы то есть люди носители этой самой парфюмерной традиции удовой традиции то есть люди которые для которых это родное этим в принципе все сказано вот дальше можно было бы ничего не говорить но я все-таки говорю и говорю еще раз что все-таки сырье в данном случае дело десятое мне вот вообще никак не интересует натуральный тут вот ненатуральный но я чувствую что это прям пахнет вот как real thing до настоящий удовый оттар который чуть-чуть подсладили фруктовостью такой и конечно не ананас не малина они здесь абсолютно какие-то неживодановские что я имею ввиду под этим неживодановский живодан концерн который крупнейший в мире поставщик сырья то есть тут нет никаких вайбов вот аля это кожа с малиной амбре лезер до тома форда то есть там тоже присутствует вот это вот к леденцовость какая-то резкость такая как будто вот эти вот леденцы да со вкусом малины здесь нету вот этого ананаса аля авентус или ананаса аля что у нас еще там с ананасом есть в общем вот самое главное отличие от чего я получаю максимальный кайф что это не пахнет как еще один нишевый французский парфюм то есть абсолютно здесь угадывается вот этот этнический колорит раз что это не живодан 2 хотя может быть и живодан я свечку не держал не заглядывал там в чанг с надписью там натуральное там сырье или 50 процентов разбодяжина для меня главное что это звучит очень органично и очень натуралистично что касается еще раз нот у да вот я просто в неописуемом восторге потому что я знаю как могут пахнуть настоящие не адаптированные вот эти арабские говноуды вплоть до вплоть до приступов рвоты вплоть до от вращения да даже такие вещи которые у них ну такие более менее конвенциональные типа амир 2 я его не смог носить потому что мне там пахнет откровенными такими нестиранными потными грязными одеждами каких-то там бедуинов или бомжей но в данном случае я ничуть не утрирую или вот эти все этнические уды которые отжимал делает для внутреннего рынка но они через одного для меня неносибельны вот в данном случае это анималика она очень и очень и очень деликатная и даже если сравнивать вот с парфюмами похожего профиля вот у меня есть допустим дорогой вот такой говноуд похожем направлении рв гамс ут плаза если сравнивать с работами например серджов устарс да вот эта линейка взять тот же мамлюк или или фарс хотя там фарс это мутный заявлен ну начнем с того что многие почему-то вот как серджов приводят в качестве эталона удов да хотя по сути то там тоже ван мэн шоу до шоу одного парфюмера все эти уды делает крис морис он же крестьян карбонель то есть там тоже вот нету такого ощущения что это прям вот настоящее также как и нету ощущения что это настоящая вот последняя новинка обсуждаемая горячо сисиль зарокян я его слепила из того что было амуаж опус 13 silver уд серебряный уд ну конечно это ни в какое сравнение не идет вот объективно берем нюхаем сравниваем и понимаем что там такой галимый живодан вот взяли там индол скотал да вот эти вот молекулы которые создают вот этот аромат специфические навоза кала древесные ноты там и за и супер какой-то дымок и вот оно все вот оно на поверхности я даже могу уже не залазя в пирамиду и вот так в голове раскидать там в принципе все вот оно вот как по пионерски все в данном же случае вот что называется до хрен бы угадали то есть это абсолютный такой вот magic people буду people и здесь присутствует этот элемент вот почему всегда цена этника почему всегда ценен фольклор да потому что когда люди поколениями веками какую-то традицию бережно выпестывают вырабатывают ходят и лелеют вот это все потом и выливается вот в такие вещи да по-настоящему этнические по настоящему с таким вот настоящим колоритом и я еще раз повторюсь что в данном случае вообще фиолетово если там натуральный уд и какой там он процент натурального у да вот для меня это не важно потому что это пахнет предельно аутентично здесь также вот этот уд он помимо легкой анималики дает ощущение чего-то такого вот теплого местами даже что-то такое лактонная молочная как будто вот такое теплое коровье вымя где-то вот вот эти вот ясли где иисус родился там овечки барашки коровки вот этот вот пасторальный такой колорит чего-то такого доброго такого млеко яйки вот это вот все и плюс легкая фруктовость не агрессивная не леденцовая не консервированный ананас а что-то такое вот деликатно сладенькая в общем я в полном восторге про стойкости шлейф тут говорить не уместно вообще потому что вся эта линейка она очень качественная и когда ношу такие вещи и в меньшей степени думаю про стойкости шлейф потому что для меня это просто соприкосновение с такой вот восточная парфюмерной традиции самого высокого уровня еще меня удивляет да что у нас вот народ кусает локти что вот фредерик мальта уже там под 100000 до под 200000 за флакон удовая линейка в то время как вот эти вещи стоят и что называется они никому не нужны а большинство так еще и что называется нос морщит и недовольные комментарии отпускают дескать но куда там этим арабом не мы там так вот могу с уверенностью сказать что это вот образчик просто эталон высокой удовой парфюмерии сделанной в самом близком контакте до самым глубоким пониманием восточной парфюмерной традиции и я скоро буду записывать ролик амуаж да почему амуаж казалось бы да им сам бог велел аманский бренд арабский бренд вот эти вот изначально да как они создавались для того чтобы прославить на весь мир аманский ладан аманский лабданум рок-роуз да вот это вот скальная роза и аманскую амбру которую выбрасывает на берег и во что превратился амуаж а превратился он в обычный французский нишевый бренд который льет тоннами вот этот вот несчастный живодан руками французских парфюмеров которые понятия не имеют что такое аман что такая что такое арабская парфюмерная традиция и знать не хотят самое главное то есть они считают они бьют себя в пяткой пяткой в грудь та же сисиль зарокян что я сделала удовый парфюм амуаж silver out opus 13 не удовый это парфюм ребята но тут я просто не стану что называется нудить просто попробуйте и пока что это доступно пока что они не ушли пока что это дорого но все-таки в пределах досягаемости просто возьмите атлевантик например поджимал пире ориен сафрон и возьмите атлевантик фредерик маль замун луна просто сравните мне вот интересно ваши ощущения как вы это почувствуете как они по классу по глубине по колориту по восприятию насколько они друг с другом вообще сопоставимы хотя попрошу заметить я не говорю что ни в коем случае что у фредерик маль замун и вообще вся эта удова линейка плохие парфюмы я лишь говорю о том что в моем случае кроме как за исключением промиза не щелкнула а причины почему не щелкнула я их подробно все изложил вот на этом все дорогие друзья благодарю за внимание и до новых встреч всем пока